Благодатный огонь Явление и явление есть? Есть Только, извините, это явление никакого отношения к религии совершенно не имеет Если бы Благодатный огонь был явлением реальным для всех мест, он мог бы сходить в любом месте, правильно? Ну, если это связано с религией Вот вы верующие собрались, помолились, и он тут же не зашел, правильно? Но это происходит в одном месте Кто слышал по поводу гроба пророка Махамеда? Он висит в воздухе, да? Ну, сейчас это, конечно, впечатление производит А для людей еще 500-600 лет, 700 лет Это был вообще шок, правильно? Гроб висит в воздухе Явление божественной природы, да? Да никакого божественного природы нет, потому что намагниченные магниты возьмите и повесите один магнитный, будет так же висеть Это просто гроб-то железный, над большим плитой магнитного железняка находится И получается, намагниченное железо начинает талкиваться, зависает воздухе Это все магнитные поезда двигаются на этом принципе Это тоже природа божественная, да? Понимаете, когда жрецы, зная определенные, имея определенные знания Используют, обманывают людей, которые этих знаний не имеют Вот появляются такие вещи Теперь по поводу благодатного огня Дело в том, что, как вы знаете, он появляется только в определенное время В определенном день, так же, как и в Благовещении, когда вот эта самая святая вода остановится, да? Вот, 19 января Только в определенное время, коротко Но мало кто знает, что один раз он не появился И тогда чуть не объявили конец света И знаете, почему не появился? Потому что один из высших священников приказал разогнать в Иерусалиме Тому, как он называется сейчас Иерусалим Мальчишек, которые обычно толпами и мешались между ногами Разогнал мальчишек всех И никакой огонь не спустился И на следующий год он приказал, наоборот Чем больше детей, тем лучше Так вот, могу сказать причину Что вот благодатный огонь В одном месте, в определенной периодике возникает определенные качественные условия И вот для того, чтобы проявилась такая холодная плазма Возникала, так сказать Когда вот синтез идет Который виден в полярном сиянии И так далее, и так далее Необходимо возникает тогда, когда действительно В определенное время, в определенном месте И плюс определенный объем энергетики накоплен Человеческой энергетики И вот верующие, которые собираются И особенно дети У которых очень мощная энергетика И обеспечит явление благодатного огня И это уже не теоретическое предположение Это факт, потому что Когда детей прогнали В этот год никакого благодатного огня не было Поэтому, если кто пытается проверить Пускай опять не допустит все остальные годы До процедуры детей И если благодатный огонь будет появляться Ну, значит, я ошибся Но не думаю, что они прогонят детей Так вот, если будет в следующий раз Опять полно детей Как вы, если видели Я видел в съемке показать Там киши детьми Вот если всех детей убрать И вот то же самое я наблюдал У Ригелера, слышали такого, да? Он в Америке выступал И вот ему нужно было показать Как он гнет вилки Он собирает энергетику с толпы И начинает действовать Сейчас он, раньше он был сильнее Сейчас он стал слабее И вот показывает классно Вот он берет Собирает детей из аудитории Дети выходят к нему И вот когда они собираются вокруг него Вот он начинает гнуть вилки Опять тот же самый эффект То есть, собирая потенциал из детей Обеспечить достижение какого-то эффекта Ну, нужно об этом и говорить Просто, опять-таки На чем основаны такие вот явления На основе на том, что люди Не понимают их вещей Их никто не объясняет И их легко обманывают И начинают говорить о миротовщих иконах И тому подобное И тому подобное Да они уже не понимают люди Что если бы это было так То любая икона должна была быть святой Правильно? Любая икона должна была лечить И тому подобное А происходит далеко не с каждой А почему? Одна икона может лечебные свойства проявлять А другая нет Потому что икона Одна написанная, допустим, художник Который вложил свою душу И энергетику свою Она может накапливать еще энергетику других людей И вот она накапливает И она стекает прямо к критическому массу Когда она начинает влиять И влияет на людей Которые обращаются к ней Но извините Здесь никакого божественного проявления Вообще нет Здесь просто Обычное непонимание законов Природы Законов Что такое человек Какого потенциала у человека есть И тому подобное И что самое интересное Вот если Вы понаблюдаете Опять-таки статистически За тем процессом происходящего Допустим приходят Когда Ходы образуются Помните, когда люди ходят Толпами со священником И кто-то исцеляется, да? Вот, типа, плохо чувствовал себя И исцелился Но самое забавное Если вы обратите внимание Те, кто исцеляются Оказывается, появляются каждый год И опять они исцеляются Опять исцеляются И опять исцеляются И опять исцеляются Ложь это или нет? Нет, не ложь Только что происходит Потому что когда собирается Огромная толпа людей И эти люди молятся И искренне верят в что-то Вот этот потенциал Собирается И вот люди, которые больны Они пробивают потоком энергетики И они действительно Чувствуют лучше себя Некоторыми И всегда они Начинают двигаться И так далее Но по мере того Как заряд, который получен у них Как аккумулятор Садиться нет Они возвращаются К тому же самому состоянию Которые были И так повторяется Из года в год Но на это Почему-то никто Не обращает внимания Потому что люди видят О, человек там Шел на палочке В том раз Палочка уже ему не нужна Но он прошел Сто километров Примерно без палочки И опять Стал идти с палочкой Но об этом Уже никто не видит Никто не обращает внимания Потому что Потоком энергетики Человека не вылечишь Потому что Для того Чтобы Понятно по поводу лечения Дело в том Что когда человек больной Что такое больной человек И здоровое состояние И больной Больной Организм Болезнь перешла В хроническую фазу Что такое хроническая фаза Когда ткани организма Или органы Какого-то Изменились Они уже Химически Структурно Отличаются От клеток Здорового Органа И ткани И вот Измененные клетки Как прокачивать энергетику Не прокачивать Уже нормально Работать не могут Они уже Не могут Работать Потому что они Химические И структурно Отличаются От тех Которые были И выполняют Свои функции Нормальные не могут Для того Чтобы человека Сделать здоровым Такое возможно Это не за счет То что прокачивает энергетику Большинство Целителей делают Просто накачивает энергетику Человек Получил Подзарядку Попрыгал Попрыгал Вроде хорошо А 5 раз Заряд вышел И все Отвинулось Для того Чтобы человек Сделать здоровым Необходимо Разрушить Измененные клетки И создать Здоровые Неизмененные клетки Пока Не будут созданы Здоровые клетки А органы В данном случае Отдельные органы Ткань И весь организм Работать Нормально Не будет Он не может А если Стимулировать Заставлять С форсажем Заставлять работать Да можно Но это только Идет к большему разрушению И еще Большим последствиям В будущем Поэтому Такие вещи Они Используются Из-за того Что К сожалению Люди Не знают Очень многих вещей Из-за незнания Сознание Манипулирует Потому что Действительно Чего добиваются Вот посмотрите Особо старшее поколение Могут обратить внимание На сколько Ухудшилось Образование В России Сейчас Вот я был В Америке Образование Там нулевое То есть Там Выращивают Идиотов В прямом И не Прямом Смысле Слова Если Закончили Школу В Америке Не могут Прочитать На английском языке Диплом Свой На английском Не на японском Не на русском А на английском О чем это говорит Вот такой уровень Образования В Америке И сейчас Пытаются добиться Такого же Образования В России Для чего Это делается Чем менее Образованы Люди Тем Гораздо Проще Их Обманывать Манипулировать Сознанием Потому что Любую ложь Они не могут Воспринять Правда Декривда И все Именно поэтому То что я Всегда говорил Что вот именно Просветление Знанием Является единственным оружием Против врагов Без чего Невозможно Ничего сделать Потому что Пока люди будут слепые Понимаете что Сделали Большевики После революции Да Они объявили Крестьянам Что дадут им землю А надо было Крестьянам Сначала почитать Их программу Да Чтобы вы знали Что в программе стоит Если бы они Почитали правду Японии Что это все Временная уловка А за это Временная уловка Они поплатились Огромным числом Своих жизней Крестьяне Имеется ввиду Понимаете Если бы люди Были грамотны Как были грамотны В 9-10 веке Еще Крестьяне Те же самые То революции В России Бы не было Она никогда Не прошла Потому что Грамотных людей Обмануть Очень сложно Поэтому В Советском Союзе Испугались Что Людей сделать Чаще грамотными Уже не так легко Обманывать Ну и так далее Ладно Это можно продолжать Очень долго И сейчас Уже пришли вопросы Я начну Сейчас вопрос С интернета И ответил Сейчас начну Отвечать на вопросы Из зала Потому что Уже подошли Отвечать на вопросы Отвечать на вопросы Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok